МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Матвей! Привет. Как дела? Отлично. Как у тебя? Прекрасно. Тебе продюсеры сказали, куда мы сегодня идем? Да сказали какое-то ориентирование. Я сам не пойму, как ориентирование относится к спорту. Сама не знаю. Пойдем посмотрим. Пошли. Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу, дистанцию, через контрольные пункты, расположенные на местности. Результаты определяются по времени прохождения дистанции или по количеству набранных очков. Различают несколько видов ориентирования. Соревнования по ориентированию бегом проводятся в большом количестве разных дисциплин, например, в заданном направлении, по выбору и даже на маркированной трассе. Соревнования по ориентированию на лыжах. Соревнования в заданном направлении проводятся с использованием специальной карты, на которую нанесены лыжни, а также показаны виды лыжней в отношении скорости передвижения на лыжах. Соревнования по ориентированию на велосипедах. Спортивная карта показывает виды дорог в отношении скорости поезда на велосипеде. Также существует такой вид, как точное ориентирование. Вид ориентирования, заключающийся в точной интерпретации ситуации на местности с помощью карты. Участники за контрольное время преодолевают дистанцию, состоящую из пунктов, на каждом из которых в пределах видимости располагаются несколько призм, флагов. Участники должны определить и зафиксировать, какая из этих призм на местности соответствует точке, обозначенной на карте и заданной легенде. При этом на карте могут намеренно отсутствовать некоторые имеющиеся на местности ориентиры. Здравствуйте, я зовут Матвей. Здравствуйте, меня зовут Тамара. Здравствуйте. Нас позвали заниматься каким-то ориентированием. Скажите, пожалуйста, что это вообще за спорт такой? Да, это спорт, и спорт очень интересный. В жизни каждого человека происходят такие моменты, когда необходимо правильно и верно принимать решения. И в этом вам поможет спортивное ориентирование. Если вы научитесь хорошо ориентироваться по карте, вы точно так же сможете ориентироваться хорошо и в жизни. Часто попадая в любой город, незнакомый для вас, вы задаетесь вопросом, как попасть в какое-то, ну, из нужного вам места. Но чтобы не задавать эти вопросы и не делать такой долгий путь, вам просто взять, можно, схему карту, и сразу станет все понятно. Но, конечно же, чтобы вам стало это понятно, нужно знать определенные моменты в спортивном ориентировании. Ну что, давайте начнем тренировку. Прежде чем начать тренировку, мне необходимо рассказать, с чем мы будем сегодня работать. Вот, смотрите. Существует два вида в спортивном ориентировании. Это лесное ориентирование и городское ориентирование. Лесная карта выглядит вот таким образом, где в большей степени изображен лес. Ну, мы об этом попозже поговорим с вами. А сегодня мне хотелось бы рассказать вам более такой наглядный, интересный и захватывающий, наверное, вид. Это как городской спринт. Вам для этого необходимо иметь компас, карту, которую вам выдают в момент старта, и электронный чип, при помощи которого вы будете проходить свои точки, контрольные пункты на местности. Таким образом, в чип будет записана информация, и это будет подтверждение того, что вы прошли всю дистанцию в определенном порядке. А если вдруг чип не сработает, что делать? Если не срабатывает электронная отметка, мы все понимаем с вами, что это электроника все-таки, и она иногда может давать сбои. Поэтому у вас в карте существуют квадратики, где можно сделать отметку при помощи компостера, то есть механически произвести. Это будет доказательством того, что вы были в контрольной точке. Продолжение следует... Здравствуйте! Сегодня с новостями спорта познакомлю вас я, Ксюша. Сборная команда Краснодарского края завоевала серебряные медали первенства России по футболу среди девушек до 17 лет. В Крымске прошел финальный турнир первенства России среди сборных команд, субъектов Российской Федерации. За медали турнира боролись команды из 10 регионов России. Девушки сборной Краснодарского края прошли весь турнир без единого поражения. Однако в достойной борьбе уступили в финальном матче команде Москвы. В целом, второе место для нас – это достойный результат, отметила тренер сборной команды Краснодарского края Наталья Дыгай. Понятно, что соперник в финале попался мастеровитый и было сложно противостоять. На этом первенстве половину нашей команды составлял 2002 год рождения. То есть на следующий год эти девчонки будут старшим возрастом в своем первенстве. «И мы поборемся еще раз за первое место», подчеркнула Наталья Дыгай. В чемпионате мира погребли на байдарках и каноэ в чешском городе Рачицы приняли участие три спортсмена Краевого центра олимпийской подготовки погребля на байдарках и каноэ. Все они вернулись домой с наградами. Виктор Милантьев в паре с Иваном Штылем завоевали золото на каноэ двойке на дистанции 500 метров. Они преодолели дистанцию за 1 минуту 38,868 секунды, определив ближайших конкурентов на четверть корпуса лодки. Серебро завоевали представители Румынии Леонид Карп и Виктор Михайловича. Тройку лучших замкнули итальянцы Николая и Серджио Крачиун. Также в паре с Иваном Штылем, но уже на дистанции 200 метров, завоевал золото и гребец из Динской Александр Коваленко. Леся Ромасенко выиграла 2 серебра на каноэ двойке на дистанции 500 метров и в одиночке на 200 метров. К своему золоту Милантьев добавил также бронзу в двойке на дистанции 1000 метров. Мне бы сегодня хотелось рассказать вам про условные знаки, про основные. Их, конечно же, множество, но мы сегодня с вами узнаем про необходимые знаки. Это у нас дороги. Они изображаются светло-бежевым цветом. То есть это все асфальтовые дороги, по которым передвигаются люди и ездят машины. Темным серым цветом обозначаются дома, которые мы с вами видим. Голубой цвет на карте – это озера или какие-то водные объекты. Желтый цвет – хорошо пробегаемое пространство, которое можно преодолевать в любом направлении. Прямой путь – он не всегда правильный и верный, поскольку нам нужно определить оптимальный маршрут. А для этого нам нужно знать вот эти все знаки. Еще очень важный знак – это знак цвета оливки. Его нельзя преодолевать. Это могут быть какие-то частные территории. В случае, если вы преодолеете данную территорию, вы будете дисквалифицированы. Вашего результата не будет. Нарушать правила нельзя. Ой, мне кажется, это очень полезный вид спорта, потому что я в городе все время теряюсь. Ну, мы все уяснили. Мне уже не терпится пойти с карты на дистанцию. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Лучшим из лучших в спортивном ориентировании признан Тьери Жоржиу. Французский ориентировщик, многократный чемпион мира и Европы. Он – самая большая звезда в мире мужского спортивного ориентирования. Известен как король средней дистанции или летучий француз. Уже в 4 года Тьери прошел свою первую дистанцию вместе со своими родителями и со своим братом Рэми. Лучшая ориентировщица мира среди женщин – швейцарка Симоны Нагли. Она – 17-кратная чемпионка мира, самая титулованная спортсменка за всю историю спортивного ориентирования. Она рано познакомилась со спортивным ориентированием. В возрасте 10 лет Симона Нигли участвовала в своих первых соревнованиях. Среди российских спортсменов тоже есть звезды ориентирования. Андрей Храмов – заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион мира по спортивному ориентированию. Родился в Башкирии в 1981 году. В 1987 вместе с семьей переехал в Краснодарский край, в станицу Ворняковскую. Саниматься ориентированием начал в 9 лет, когда учился в третьем классе средней школы Хутора Садовой. Итак, ребята, мы с вами находимся на старте. У вас есть электронное табло и идут минуты. Минуты означают у каждого свое определенное время старта. Но сегодня, как для тренировки, вы будете стартовать вдвоем на общей линии. Вам я выдам карту. Что, ваша задача в чем? Вам нужно найти второй контрольный пункт. Для этого вам нужно сориентировать карту на север при помощи компаса. Красная стрелка всегда показывает на север. Вы должны развернуть карту таким образом, чтобы верхушечка букв повернулась в ту же сторону, куда красная стрелочка. То есть мы с вами посмотрели. Значит, у нас река с правой стороны, она с правой стороны. Если мы развернем с вами карту на юг, к примеру, то у вас ваша подводная лодка окажется с другой стороны. Это неверно. Вы тогда побежите не в правильную вам сторону, а в другую сторону и потеряете свое время. Таким образом мы разворачиваем карту правильно и находим с вами второй контрольный пункт. На карте мирового спортивного ориентирования есть несколько точек, расположенных и в Краснодарском крае. Больше всего этот вид спорта развит в Геленджике, Сочи и Горячем Ключе. Так что очень многие ребята с удовольствием учатся ориентироваться быстро и точно среди нашей прекрасной природы. А некоторые достигают и больших результатов. Например, в городе Чебаркуль, Челябинская область. 14 августа 2017 года завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Хочется отметить блестящее выступление Екатерины Рязановой из Геленджика. На этом первенстве две золотые и одна серебряная награды. В следующем году Екатерина переходит выступать в основную группу элиты нашего ориентирования. И пожелаем успехов этой талантливой спортсменке. А, вот, все, мы на стаде. Мы на стаде. Карта. Нам нужно карта. Так, нам нужно направить карту на север. Так, север у нас вон там. Карту, значит, мы кладем тоже вот так, как раз по стрелочкам. Мы с тобой находимся сейчас вот здесь. Нам надо подойти ко второй точке. Так, река у нас вот здесь. Все правильно. Вторая точка – это подводная лодка. Вот нам, вот, я вот, вторая точка, вот. Она, вот, вот лодка. Лодка. О, уже старт. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, что тебе нужно сделать? Надо чипом. А, точно. А вот это для чего? А, ну да, если чип не работает, Соня, помнишь, что ли? Нужно протыкать с точкой, если чип не работает. А, вот и работает, давай пикай. Все. Здрасте. Ну как, у вас получилось справиться с поставленной задачей? Мне кажется, да. Вам понравилось? Да, очень. Вообще, начало не до точка полной, в том числе нашли наш, но вот все очень интересно. Ну здорово, я рада, что вам понравилось. Да, этот вид спорта сейчас набирает популярность, становится более массовым. Поэтому, если будет у вас желание, приходите заниматься. Хорошо. Спасибо.